Думаю, можем начинать лекцию. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня лекция посвящена основной ультразвуковой диагностике в исследовании брахиоцепальных артерий. Для начала хотелось бы вспомнить основную анатомию, которую мы видим в подавляющем большинстве. Брахиоцепальные артерии – это ветви дуги аорты, которые обеспечивают кровоснабжение тканей и органов, верхних конечностей шеи, головы и грудной клетки. Основными магистральными сосудами, отходящими от дуги аорты, слева направо – это будет левая подключичная артерия, левая общая сонная артерия, являющаяся единым стволом, отходящим от дуги аорты. И с правой стороны – это единый брахиоцепальный ствол, который отдает общую сонную артерию и подключичную артерию, и, соответственно, их ветви. От верхней полуокружности дуги аорты позади левой плечо-головной вены кверху отходят основные брахиоцепальные артерии. По поводу анатомии существует достаточно много вариантов отхождения брахиоцепальных артерий. Здесь одни из тех вариантов. Наиболее редкий вариант, когда каждый ствол, включая позвоночную артерию, отходит единым стволом от дуги аорты. Существуют варианты разного отхождения вплоть до нисходящей дуги аорты. Здесь в пятом случае, когда от нисходящей дуги аорты отходит брахиоцепальный ствол, отдавая свою общую сонную и подключичную артерию. Поэтому при визуализации общих сонных артерий существует и различная анатомия. В каждом конкретном случае она может быть индивидуальна. Начиная мы исследование справа, это плечо-головной ствол. Он является единым стволом, который по диаметру составляет от 10 до 13 мм. От брахиоцепального ствола отходит подключичная артерия, которая начинается в переднем средостении. Подключичная артерия идет вверх и латерально к верхней грудной апертуре, образуя выпуклую кверху дугу. Это будет являться первым сегментом подключичной артерии. Он начинается от места начала до межлестничного промежутка. И в этом промежутке подключичная артерия отдает одну из основных своих витей. Это позвоночная артерия, которая доступна нам для визуализации в ультразыковой практике. Также в этом же сегменте от подключичной артерии отходит важное для аорто-коронарного шунтирования. Это внутренняя грудная артерия и также, считай, шейный ствол. Второй сегмент – это межлестничный промежуток. В этом сегменте основной ветвью подключичной артерии является реберно-шейный ствол. И третий сегмент – это от межлестничного промежутка до верхнего отверстия под крыльцовой впадины. Здесь от подключичной артерии отходит поперечная артерия шеи. После того, как мы оценили справа и слева подключичную артерию, вспомним анатомию общесонной артерии. По диаметру она достаточно вариабельная. Чаще всего диаметр составляет от 6 до 10 мм. Длина справа от 7 до 12 мм, слева длиннее от 10 до 15 мм. Как правило, на уровне щитовидного хряща она отдает свои основные ветви – это наружная и внутренняя сонная артерия. Также по типу деления на наружную и внутреннюю сонную артерию место бифуркации имеет различное по отношению к позвонкам уровень деления. Здесь представлен основной, наиболее часто встречающийся вариант, около 30-30%. Это на уровне 4-3 шейного позвонка. Мы видим деление на два основных сосуда. Наиболее чаще, реже встречающийся вариант, это меньше 1%, это более низкое деление слева и более высокое деление справа. Здесь представлено на картинке в B-режиме, в продольном сечении, как раз-таки место бифуркации деления на общую сонную артерию, на внутреннюю сонную артерию и наружную сонную артерию. Наиболее широкое место, которое мы видим, это место, которое получило название луковицы. От этого места мы как раз будем смотреть наличие атеросклеротических бляшек, которые, как правило, чаще всего бывают именно в этих местах. После того, как прошлись, посмотрели общую сонную артерию, мы приступаем к исследованию наружной сонной артерии. Она является ветвью передней, отходит от общей сонной артерии медиальней и кровоснабжает значительную часть лица и шеи. В отличие от внутренней сонной артерии, наружная сонная артерия дает свои основные ветки. Наружная сонная артерия также делится на 4 группы. Передняя группа от этой группы идут основные верхние щитовидные артерии, язычная и лицевая артерии. От средней группы это восходящая глоточная артерия, задняя, это затылочная, заднеушная артерия и конечная, челюстная, поверхностная, височная артерия. Здесь также представлена основная топика наружной сонной артерии по отношению к внутренней сонной артерии. Не всегда мы видим одинаково отходящую наружную сонную артерию, бывает это абсолютно под разным углом, поэтому для визуализации мы стремимся оптимизировать угол наклона датчика, чтобы полностью визуализировать хотя бы максимальный сегмент наружной сонной артерии. Внутренняя сонная артерия в норме идет вверх к наружному отверстию кроативного канала, шейная часть находится между головкой, глоткой и глубокими мышцами шеи, и по сравнению с наружной сонной она находится латерально и немного сзади наружной сонной артерии. По сравнению с наружной сонной артерией внутренняя сонная артерия не дает ветвей. На уровне второго шейного позвонка сонная артерия может иметь непрямой ход, что должно быть отражено в протоколе. Как правило, диаметр внутренней сонной артерии превышает диаметр наружной сонной артерии. Это одна из характеристик, которая будет нами учитываться при сравнении этих основных ветвей, отходящих от общей сонной артерии. Также внутренняя сонная артерия делится на экстракорниальный отдел, который доступен нам для визуализации, и интракорниальный отдел. В свою очередь, интракорниальный отдел также делится на внутрикостный отдел, каменистую часть, пещеристую и мозговой отрезок внутренней сонной артерии. Одним из основных ветвей, отходящих от внутренней сонной артерии, которая в области глазницы отдает основной ветви, это глазничная артерия. Она важна тем, что в этой области она имеет достаточно широкий анастомоз с наружной сонной артерией. Поэтому все пути коллатерального перетока крови между ветвями наружной сонной и глазничной артерии в области угла глаза получили название глазной анастомоз. После того, как мы оценили основные магистральные сосуды, это общая сонная, внутренняя и наружная сонная артерия, мы должны вспомнить анатомию позвоночной артерии. Она также имеет четыре сегмента. Первый сегмент – это исток позвоночной артерии. Он начинается от места отхождения от подключичной артерии до вхождения в костный канал, как правило, образованный поперечными отростками шейных позвонков четвертого и шестого шейных позвонков. Второй сегмент – это от места вхождения в костный канал до отверстия поперечных отростков второго шейного позвонка. И третий отдел, который тоже доступен нам для визуализации – это прекраниальный отрезок, это на уровне второго шейного позвонка. И четвертый отдел, как правило, мы не всегда его можем визуализировать, это интракраниальный отрезок, который идет до места слияния в базальную артерию. Здесь представлена также основная анатомия. Первый сегмент, еще раз проговорим, позвоночной артерии. Он начинается от места ее отхождения от верхней поверхности подключичной артерии до вхождения в костный канал шейных позвонков. Вот этот вот сегмент как раз в цветовом дуплексном режиме мы видим, пусть позвоночная артерия, отходящая от подключичной, в этом же месте можно измерить и диаметр позвоночной артерии, а оценить спектр кровотока. Второй сегмент, находящийся в канале шейных позвонков, мы также здесь оцениваем как в B-режиме, так и в дуплексном цветовом режиме скорость и спектр кровотока. В норме он должен иметь и систолическую, и диастолическую фазу достаточно высокую. И третий и четвертый сегмент, который как раз таки образует такой вот перегиб на Атланте, все изгибы позвоночной артерии в пределах этого отрезка, она совершает четыре изгиба в разных плоскостях, что дает уменьшению амплитуде плюсового давления и содействует более равномерному ламинарному кровотоку в этой области. Про патологию брахиоцепальных артерий тоже хотелось бы напомнить. Существует множество сопутствующих системных заболеваний, в результате которых возникают повреждения брахиоцепальных артерий, но наиболее часто нами встречаются патологии, связанные с атеросклерозом. Это, как правило, большая часть пациентов. Но существует и врожденная патология, существует патология, связанная с воспалением этого скулита. После травматических или оперативных вмешательств в этой зоне тоже существует своя специфика осмотра этих пациентов. Какие же основные клинические проявления, симптомы возникают у пациентов с патологией брахиоцепальных артерий? Как правило, обращаются пациенты с такими симптомами, как головокружение, обмороки, снижение когнитивных функций, постоянные головные боли. Что хуже, это клиника возникновения транзиторных и шимических атак, когда у нас есть наличие мозоговой симптоматики, возникновение снижения мышечной силы или анемии верхних конечностей тоже может быть связано с поражением подключичных артерий в той стороне, где у нас есть эта симптоматика. Еще раз про подключичные артерии. Если у нас поражаются подключичные артерии, то мы видим симптомы, связанные с поражением верхних конечностей. Также очень важно иметь в виду у пациентов с перенесенным мамаро-коронарным шансированием возможно наличие ишемических проявлений, связанных с грубым нарушением в области подключичной артерии. Еще раз про тех пациентов, большая часть которых составляет 90%, связанных с наличием атеросклеротических бляшек. Большая часть связана обращение именно с этим процессом. Здесь представлены основные варианты аномалий внутренней сонной артерии. Бывают извитости, как по типу кинкинг с формированием острого угла, с формированием складки. Бывает визуализируемо наличие петли, так называемый коллинг, что связано, как правило, с излишней длиной внутренней сонной артерии. Здесь на левом слайде тоже патология внутренней сонной артерии связана с фибромышечной дисплазией. Мы видим неровность у контуров внутренней сонной артерии по типу четок. И одна из достаточно грозных осложнений, как правило, мы видим посттравматическое осложнение, это просвете внутренней сонной артерии, как в данном варианте, наличие гиперхогенной линейной структуры. Это острая патология, связанная с расслоением стенки сонной артерии. Визуализацию мы осуществляем в таком случае как в B-режиме, так и в цветовом дуплексном режиме. Теперь про технологию выполнения ультразвукового исследования прохиоцефальных артерий. Мы начинаем проводить исследование в положении пациента, лёжа на спине, голова слегка повёрнута или наклонена в сторону в противоположную и следуемой стороне, подбородок, как мы видим, приподнят кверху. Положение врача по отношению к больному может быть достаточно разным. Мы видим наиболее часто встречающееся положение, когда пациент находится справа от врача. И так же бывает, когда у изголовья врач тоже может провести вполне спокойно исследование прохиоцефальных артерий. Для оптимизации исследований мы проводим визуализацию в трёх взаимно-перпендикулярных плоскостях. Это сагитальный, аксиальный и коронарный. Осмотр осуществляем двумя видами датчиков. Это линейный и конвексный датчик. Конвексный датчик целесообразно использовать в такой ситуации, когда мы хотим обзорно просмотреть вход позвоночных артерий либо вход внутренней сонной артерии на момент извитости, когда нам нужно более детально посмотреть на протяжении, как идёт внутренняя сонная артерия. Линейным датчиком обзорно получить изображение практически невозможно. Здесь представлены основные доступы, которые мы используем. Это передний латеральный доступ для визуализации общей сонной и внутренней сонной артерии, задний латеральный доступ и надключичный доступ для визуализации подключичных артерий. Исследование мы начинаем с надключичной области. В поперечной плоскости сканирования мы идём от надключичной области по ходу общей сонной артерии до бифуркации общей сонной артерии. В начальном этапе мы справа можем достаточно хорошо просмотреть отхождение подключичной артерии от брахиоцепального ствола с оценкой стеноза по диаметру. Когда с левой стороны нам оценка стеноза по диаметру практически невозможна. осуществить такую диагностику слева мы оцениваем стеноз только по скоростным характеристикам. После того, как мы просмотрели линейным датчиком на всём протяжении поперечном сканировании общей сонной внутренней сонной артерии, мы поворачиваем датчик продольно и идём также вдоль по переднелатеральному доступу, сканируем общую сонную и внутреннюю сонную артерию уже в продольном сканировании. После того, как мы завершили осмотр общей сонной артерии, подключичной артерии, внутренней сонной артерии, мы должны оценить ход позвоночных артерий. Как правило, визуализация первого сегмента позвоночной артерии не всегда возможна, поэтому если мы видим чётко устья позвоночной артерии, конечно, в этом случае мы легко можем оценить спектральную кривую и по линейной скорости кровотока дать заключение наличия значимого или незначимого стеноза. Во втором сегменте в канале шейных позвонков проследить позвоночную артерию достаточно просто. Как правило, мы можем посмотреть, есть ли изгибы или извитости какие-нибудь гемодинамические значимые в этой области. И помимо самой артерии мы смотрим и диаметр позвоночной артерии. После того, как мы измерили диаметр позвоночной артерии и оценили скорость кровотока в позвоночной артерии, мы заканчиваем исследование с визуализацией внутренней рёмной вены. Это очень важно, потому что при каких-либо расширениях внутренней рёмной вены, либо же её тромбозе, будет та или иная клиническая симптоматика у пациента. Здесь в таблице мы сжато указываем отличия основные наружной сонной артерии от внутренней сонной артерии. Ещё раз скажем про такие важные характеристики, про наличие ветвей. Наружная сонная артерия не отдаёт ветви по сравнению с внутренней сонной артерией. Скорость кровотока в наружной сонной артерии значительно выше, чем внутренней сонной артерии. И индекс резистентности в наружной сонной артерии также достаточно высокий по сравнению с внутренней сонной артерией. Пару слов про дисфункцию эндотелия. Мы тоже можем оценить эндотелий-зависимую и эндотелий-независимую дилатацию, в которой мы оцениваем эндотелий-зависимую дилатацию с помощью реактивной гиперемии и эндотелий-независимую дилатацию с помощью приёма нитроглицерина. Мы нагнетаем на исследуемую область сканирования, мы нагнетаем манжетку на 50 мм ртутного столба выше исходного систолического артериального давления. И в последующем через каждые 5 минут резким выпусканием воздуха из манжетки мы измеряем диаметр плечевой артерии. Эндотелий-зависимая дилатация, как правило, менее 10% с вазоконстрикции, а также значительно больше по сравнению с эндотелий-независимой дилатацией. Реакция на приём нитроглицерина является основным критерием дисфункции эндотелия. Вернёмся ещё раз про исследование, такой основной параметр, как исследование толщины интимомедии общей сонной артерии. Это один из основных, наиболее ранних маркёров атеросклеротического поражения брахисофальных артерий. В норме мы исследуем область пифуркации в B-режиме и смотрим толщину интимомедии. В норме она не должна превышать 9 мм. Если она превышает 9,1 мм, здесь мы смело можем указывать на начальные признаки атеросклероза. Когда же мы должны понять, перед нами уже стоит вопрос, это утолщение или это уже мелкая бляшка. Если это локальное утолщение превышает 1,5 мм, то эту зону мы уже можем описать как наличие мелкой бляшки. Здесь в B-режиме продольной плоскости еще раз увидим, как мы видим умеренную утолщенную интимомедию здесь на протяжении общей сонной артерии. И на этом слайде тоже мы видим в области пифуркации неравномерное утолщение комплекса интимомедии. Как правило, излюбленные места атеросклерозических бляшек это бифуркация общей сонной артерии с переходом на внутреннюю и наружную сонную артерию. Это истоки подключичных артерий. По описанию бляшек мы тоже должны их классифицировать. Бляшки бывают однородные, мягкие, гомогенные бляшки. Как правило, они эхонегативные. Второй тип бляшек преимущественно с эхонегативной, с небольшим содержанием гипоэхогенных зон. Разнородная такая структура бляшек описывается нами как гетерогенной гипоэхогенной бляшкой. Третий тип – содержание гетерогенных, гиперэхогенных компонентов. Это зон, как правило, больше 50% таких. Четвертый тип – это плотная гомогенная бляшка однородная. И пятый тип с наличием кальциноза, который формирует выраженную акустическую тень. На левом слайде в области бифуркации с переходом на устье в ИСА мы видим анахогенную гомогенную бляшку, как правило, относительно равномерной хопозитивностью. В этой зоне мы измеряем по диаметру процент стенозирования. На правом слайде мы видим уже гиперэхогенную гомогенную бляшку в области луковицы общей сонной артерии. Стеноз по диаметру в этом месте составил 50%. То есть насколько важна именно характеристика этих бляшек, каждую из них нужно указывать в протоколе, описывая, имеет ли бляшка ровную поверхность, неровную поверхность. Все это будет свидетельствовать о том, является ли эта бляшка гемодинамически значимой или возможно ее просто дальнейшее наблюдение. Здесь мы тоже видим на левом слайде гиперэхогенную гомогенную бляшку. Процент стеноза здесь составил 30-40%. На правом слайде бляшка в истоке правой подключичной артерии. Бляшка немножко имеет неровности контура. Помимо того, что мы описываем ее структуру и состав, мы можем также указать и по протяженности, насколько протяженная эта бляшка, либо же она локальная. Каждый такой параметр мы указываем в протоколе. И последний, пятый вариант. Когда мы видим наличие включения кальция в структуре бляшки, как правило, кальций дает позади себя акустическую дорожку, акустическую тень, которая визуализируется анахогенной полосой. Наличие множественных таких гиперэхогенных с наличием кальцинатов бляшек порой затрудняет процентное выявление стеноза в этих местах. Поэтому за счет наличия этих акустических зон порой невозможно оценить степень стеноза. На правом слайде мы тоже видим бляшку гетерогена преимущественно с гипоэхогенным компонентом по центру. Это гипоэхогенный компонент. Также еще раз мы видим массивное отложение кальция на левом слайде с созданием выраженной акустической тени. Данную ситуацию для более точной диагностики таких бляшек все-таки целесообразно отправляют пациентов уже на КТ, чтобы увидеть внутри просвета, какой стеноз гемодинамически значимый или незначимый. Но по скоростным характеристикам мы тоже можем дать ответ на этот вопрос. Как правило, отсутствие выраженных скоростных высоких показателей дает нам понять, что бляшка все-таки гемодинамически незначимая. Вот еще раз пример того, что бляшка имеет кальций. Мы видим сплошную акустическую дорожку, которая не дает полностью оценить эту зону для визуализации. Очень важно посмотреть бляшки в таком случае, как на правом слайде мы видим бляшка с изъязвлением, то есть осложненная бляшка. Мы видим заполнение в режиме ЦДК в дефекте самой бляшки. Она имеет заполнение в режиме ЦДК. Также на левом слайде тоже в Б-режиме мы видим отсутствие полной покрышки и гипохогенный такой вот просвет. При наличии стенозов мы должны дать ответы на следующие вопросы. Это степень стеноза, протяженность поражения. По форме самой бляшки какая она? Циркулярная, эксцентричная, локальная. Структура поражения, однородность бляшки. Характер поверхности бляшки. Она гладкость с изъязвлением или же с распадом. Обязательно линейная скорость кровотока. Все эти показатели дают нам на ответ на главный вопрос. Значимая эта бляшка или эта бляшка незначимая. По основным, существует два основных подхода к измерению степени стеноза. Мы используем по диаметру. Это европейский метод измерения. Он наиболее распространен и дает нам полный ответ на вопрос по степени стеноза. И еще один подход – это по площади стеноза. Мы тоже его используем. Достаточно точно можно определить процентное соотношение стеноза. Когда невозможно оценить все-таки наличие значимого или незначимого стеноза, это вот про подключичные артерии. Слева в подключичной артерии, иногда и справа, мы должны ссылаться на наличие повышения скоростных показателей. Когда скорость превышает 1,8 метра в секунду и больше 2 метра в секунду, то это всегда гемодинамически значимая бляшка. Здесь по линейной скорости кровотока мы тоже видим, устанавливаем угол по току крови. В режиме ЦДК смотрим спектр кровотока, оцениваем его. Здесь это 1 метр в секунду, бляшка со стенозом до 50%. Здесь процент стеноза до 70%, но и скорость, соответственно, до 2 метров в секунду. Еще один вариант. Здесь тоже по линейной скорости кровотока мы видим достаточно турбулентный ток крови. Превышающий 3 метра в секунду, данная бляшка будет являться гемодинамически значимой. Смело можем писать значимый стоноз более 70%. Когда мы не до конца видим весь просвет сосуда, видим какой-то нитевидный участок, можно написать заключение, что есть субокклюзия в данном месте, и отправить пациента тоже на КТ, подтвердить это с помощью компьютерной томографии. Здесь еще раз представлены те виды бляшек, которые наиболее сложны нами для визуализации. Это именно кальцинированные бляшки. И с правой стороны значимый стеноз по диаметру 70%, тоже с наличием кальция. Также стеноз внутренней сонной артерии по диаметру мы видим практически минимальный просвет. Все остальное это атеросклеротическая бляшка. По поводу окклюзии. Существует и окклюзия внутренней сонной артерии. В данном случае произошла недавняя окклюзия внутренней сонной артерии у пациента в периоде ишемического инсульта. Мы видим просвет внутренней сонной артерии, еще пока видим контуры внутренней сонной артерии. Со временем, чем дольше данная окклюзия остается, тем меньше процентов того, что мы можем вообще стенки хоть как-то увидеть. Они, как правило, сливаются с окружающей ткани и увидеть даже контуры самих стенок практически невозможно. Мы видим в просвете гиперохогенные структуры. В режиме ЦДК отсутствие кровотока, подтверждающий того, что кровотока в внутренней сонной артерии нет. Что же касается позвоночных артерий, то по диаметру мы оценить стеноз практически не имеем возможности. Здесь работает правило именно линейной скорости кровотока. Если мы видим увеличение линейной скорости кровотока больше 1,2-1,3, эта бляшка описывается нами как стеноз более 65-60%. Если скорость превышает 1,6-1,8, то мы пишем гемодинамический значимый стеноз 70%. Пару слов про стенокклюзирующие поражения подключичных артерий. Как правило, в него входит такое понятие, как стилсиндром, либо синдром обкрадывания, который формируется только в том случае, если это поражение локализуется в максимальном месте отхождения позвоночной артерии, то есть в первом сегменте подключичной артерии. Известны три основных вида позвоночно-подключичного синдрома. Это латентный, скрытый, начальный, он соответствует стенозу 50-60%. Это неполный или переходный стилсиндром, соответствует стенозу до 80% и полный стилсиндром более 80%. При латентном переходном стилсиндроме проводятся пробы с реактивной гиперемией. Мы нагнетаем на пораженной стороне, нагладываем манжетку и нагнетаем воздух в нее с давлением, превышающее систолическое давление, больше 40 мм рт. столба. И через каждые две минуты мы выпускаем воздух из манжеты и смотрим, как же у нас будет меняться тип кровотока в позвоночной артерии. Если мы видим изменение кровотока в позвоночной артерии либо наличие ретроградного кровотока, то мы можем писать пробу положительную, то есть переходный стилсиндром. Еще раз, в этой таблице представлены основные характеристики, характерные для изменения в позвоночной артерии и в дистальном участке подключичной артерии при наличии гемодинамически значимого поражения устья подключичной артерии. В данном случае это полный стилсиндром, при переходном стилсиндроме и при латентном стилсиндроме. Пару слов про наличие кровотока в позвоночной артерии. В норме он должен быть антиградный. Слева мы видим изменение направления тока крови в позвоночной артерии, говорящей о том, что кровь в течении ретроградного, соответственно, есть поражения в области подключичной артерии. И тип кровотока в норме в третьем сегменте подключичной артерии должен быть магистральный, трехфазный. При наличии значимого стеноокклюзионного поражения устья подключичной артерии он меняется на коллатеральный кровоток. Вот слева кривая становится монофазной, значительно отличающейся от магистрального кровотока. Здесь еще раз те основные характеристики магистрального и коллатерального кровотока в третьем сегменте подключичной артерии. И тип кровотока в позвоночной артерии при наличии значимых поражений подключичной артерии. Еще раз представлены основные те аномалии, которые мы встречаем. Также бывают аномалии строения. Это полное бывает отсутствие артерии, либо гипоплазия артерии. Про аномалии это, как правило, мы видим коулинг. Еще раз хочу ваше внимание обратить на такую аномалию, как коулинг. Это петля внутренней сонной артерии. И кинкинг – это формирование острого угла. Все это имеет значимость, если в данных сегментах есть гемодинамически значимое ускорение в режиме ЦДК. Еще раз про аномалию. Данная извитость оценивается нами как S-образная извитость внутренней сонной артерии. И кинкинг внутренней сонной артерии мы видим достаточно турбулентный высокоскоростной кровоток. Петля справа внутренней сонной артерии. Достаточно хорошо здесь такой клубок прослеживается в режиме цветового дуплексного сканирования. И S-образная извитость дистального отдела внутренней сонной артерии с таким наличием, с перегибом. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо. 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 Спасибо.